всем привет сегодня будет такой небольшой обзор я вам покажу как чувствуют себя мои растения в октябре уже конец октября у нас уже лежит снег и на улице минус 7 но хочу вам показать свое окно в ванной комнате здесь у меня стоят мои диплодения сейчас покажу вам мою красотку которая недавно распустилась это моя махровая диплодения сорт супер троппер очень красиво смотрится вот у нее сейчас уже два цветочка распустилась такие красавицы вообще и здесь тоже еще множество бутонов по всей но здесь у меня в кадр бугенвилия попала бугенвилии конечно цветут но не так обильно как лето ну хотя тоже вот на всех веточках появляются такие цветные прицветники даже вот здесь внизу но это конечно вообще я конечно очень рада очень красивые цветочки и также продолжают у меня цветение белая диплодения посмотрите у него ша кантовочка такая не то что кантовочка а выглядывать такое розовое тоже красиво смотрится цветки огромные и тоже бутонов бутонов много то здесь цветочки она зацветает как с розовым а потом уходит чисто белый но это у меня желтая диплодения такие лимонного цвета у нее цветочки она тоже у меня цвела все лето цвела и у нее и сейчас вот тоже бутоны есть они однодневки просто отпадают вернее опадают быстро очень но она в общем то такая цветунья хорошая но сейчас конечно поменьше стало и у нас кстати сегодня выпал первый снег как вы видите в окно ведь снежок уже и сегодня ночью обещают до минус 7 а мы цветем но это моя уже старая такая диплодения большая вы знаете что она мне цвела очень обильно летом и сейчас тоже у нее есть цветы но так по всему кустику кустик у меня очень такой видите какой вообще такой большой и у нее видите постоянно появляются бутоны я ей усы обстригаю то есть вот видите вот у него усы только начинают расти я их обстригают и так я делаю всю зиму в общем то и вот с другой стороны тоже у нее сколько цветочков мне нравится очень это растение теплодения очень эффектная лиана красивая посмотрите какая она огромная на окно она конечно уже не не входит с ее габаритами стоит на столике и моя красотка глоксиния тоже цветет у нее кстати два сорта же в горшочке находится там вот еще один сорт распускается ну красиво тоже очень смотрится я потом все таки хочу наверно рассадить два горшочка и еще один сортик приобрести мне она понравилась а сейчас пойдемте в моей в тропике здесь от гибискус цветет прям каждый день цветочки у него открываются красные как раз он вписался в мой интерьер я уже говорила что и бугенвилле у меня продолжают еще цветение и набирают и новые прицветники то есть все мы цветем еще это вот у меня сорт бугенвилле посмотрите какие большие листья такие красивые просто огромные смотрите с мою ладошку даже больше лопухи такие наросли очень красивые но она мне еще не цвела ни разу хотя ну может быть может быть если солнышко будет достаточно она и зацветет а так очень смотрится декоративно ее листья даже без цветения и так быстренько еще покажу этот сорт мне нравится бугенвилле бетерфляй уж такие нежные у нее прицветники даже самой формы и посмотрите какой у меня папоротник просто нереально огромных размеров под папоротником у меня стоят спатифилумы мои сейчас я поближе вам покажу папоротник конечно вообще он просто огромный спатифилумы у меня тоже цветут у них постоянно цветочки но это мой недавно приобретенный спатифилум новый тоже в принципе уже такой листик у него большой вырос новый это сенсация сорт и это тоже пустик у меня уже такой большой стал но это мои монстры рачки листья новые тоже выкручивается все хорошо в общем пока по растениям зима не чувствуется никто не хочет отдыхать все на цвету все растут антуриумы тоже чувствует себя хорошо но я их поставила уже в эти кашпо их не сделала дренажное отверстие смотрю они прям им так хорошо и после пересадки тоже себя чувствует хорошо и авоказия с ними тут рядом стоит у нее кстати очень быстро нарастают листья и вот последний листик уже таких знаете очень больших размеров вырос больше моей ладошки на в два раза если показать вот видите какой лист огромный филадендрон фан бан чувствует себя тоже хорошо листья красивые тоже растет появляется новый рост тоже еще думаю что за зиму к весне он вообще будет огромный но здесь вот тоже стоит бугенвилья но тоже пытается ведь у нее вся веточка закладывает цветные прицветники но хотя все равно солнца меньше уже все веточки у нее прям все веточки я смотрю у них есть прицветники видите маленькие такие еще хочу показать свою гордыню после пересадки но прошло уже больше недельки после пересадки она чувствует себя отлично она даже нисколько не повяла и все бутоны которые она заложила они все остались то есть эти уже растут она скоро уже их распустит горшочки в новом в общем горшочек она оценила ей понравился здесь у меня гибискус он тоже цветет тут у него здесь бутончик там бутончик но и моя крассандра она постоянно в цвету вообще даже вот буквально я ее обрезала да и она все равно вся уже в цвету и хочу показать свое кофейное деревце посмотрите прям такую шапочку то нарастил смотрите красивую листья красивые все блестящие но очень красиво смотрится но я его поставила на поддон насыпала керамзит и налила туда водички чтобы была влажность ему это нравится просто видно даже как она выглядит здесь вам покажу там у меня тюльпановые деревья стоят тоже огромные листья такие все тоже хорошие ну нереальных размеров конечно и хочу показать вам вот такие кашпо подвесные я сама сделала макрамы и очень кстати хорошо смотрится ну по крайней мере красивее чем в эти пластмассовые просто крючки здесь у меня вот такое кашпо и здесь у меня двойное такое кашпо то есть одно кашпо переходит в другое а их же можно вообще как бы сделать например прям до полу сделать от потолка вот так вот и кашпо 4 до и растения туда и кстати очень красиво будет смотреться карамель марбл пилодендрон но вот у него листик этот новый молоденький развивается но такой знаете такой прям конечно так хочется чтобы у него проявилась варегатность но он такой вот весь расписной очень красиво смотрится и там вот появляется еще один листик то есть принялся он хорошо растет но листья конечно у него шикарную и вот такое кстати еще кашпо хочу вам показать там у меня папоротник находится в этом кашпо вот такое видео получилось и все благодаря это директору оранжерея это он постарался сохранить цветочки в таком состоянии всем пока-пока увидимся в следующем видео а